Я думаю, нельзя что-то говорится. Ой, ё-моё! Именно с такой реакцией я увидела новое шоу, которое называется Mr. X2. Раньше оно называлось Mr. X, вот. И, в принципе, у меня к нему много вопросов. Достаточно своеобразное шоу. И мне бы вообще в целом хотелось поговорить с вами про шоу о любви, зачем они вообще нужны, и в целом просто вот с вами побеседовать на такую тему, поэтому давайте с вами начнем. А перед началом видео я очень буду благодарна, если вы оставите свой комментарий, чтобы в дальнейшем это видео продвигалось, и вы помогали мне расти. Сама концепция, по крайней мере, в первом сезоне, это было то, что взяли мужчину, придумали ему историю, что он богатый бизнесмен, бизнесмен, зажиточный мужчина, жених. И пригласили 30 девушек, которые боролись бы за его сердце, не подозревая о том, что он на самом деле бедняк. И девушках хотят подловить на корыстных мотивах, что вот, они пришли бороться за такого миллионера, и смогут ли они в дальнейшем полюбить, узная о том, что он бедняк. Вот такие вот девушки. Все вы меркантильные. Вы только хотите денег. А любовь для вас не важна. То есть, уже концепция шоу звучит немножечко странно для меня. Ну, и не только, наверное, для меня. Поэтому, как бы, я уже сразу понимала, что просмотр первого сезона у меня будет испытывать такой испанский стыд. И, в принципе, это так и произошло. Потому что сам персонаж, вот этот вот Игорь, очень грубо вел себя с женщинами. Он отвечал, он чувствовал свою власть, что вот, я такой крутой. И он уже сам поверил в то, что он миллионер, и что все ему должны. Ну, и первое шоу, в принципе, я с вами не буду особо затрагивать, потому что сегодня я хочу поговорить именно про второй сезон, который вышел вот относительно недавно. Я посмотрела первую серию, потому что как-то она у меня вылетела на ютубе. Ну, ладно, я гляну. Хорошо. Я попробую посмотреть и снова получить испанского стыда. Во-первых, уже концепция немножечко поменялась, потому что сейчас у нас с вами уже два человека, два мужчины и кто-то из них. Кто-то из них миллионер, а кто-то, кто-то бедняк. По крайней мере, как нам говорит шоу. Вот. И начала я свой просмотр. Сразу же у меня рука вот так вот не отходила от моего лица. По крайней мере, от одного персонажа, которого зовут Стас. Ой, поэтому... Сегодня я хочу поднять много тем таких достаточно важных для женщин, да в целом для общества. Поэтому давайте с вами начнем этот разбор. Ну, шоу у нас, конечно же, это зрелищность, какие-то такие испытания. И в этом шоу они тоже присутствуют. Первое испытание это было свидание вслепую. То есть два мужчины, они сидели за ширмой, и девушки приходили на такое вот собеседование, на свидание, на мини-смол толк. И тут уже, знаете, с 16-й минуты можно понять, что... Ну, что это такое? Ну, почему опять... Почему вот так вот опять показывают по телевизору такое, и это считается нормой? Ладно. Первое. Девушка заходит, садится. Ее, понятное дело, никто не видит, но она говорит, что занимается кондитерским делом. И молодой чебурек, чемодан, я не знаю, как его еще обозвать культурно, сидит за ширмой и показывает... Да, конечно, если человек любит кондитерское дело, это 100% она человек в весе, потому что она любит есть. А наш кондитер, значит, это равно ей, значит, это равно, что у нее есть какой-то лишний вес. Голова. Через какое-то время снова молодой чебурек выдает нам еще одну интересную, смешную шутку. Давай, ладонь, на том уровне, где у тебя персик. Персик? Я е... Это была моя рука. А, это рука была? Блин, я уже обрадовался. И вот после этого говорят, никакой объективизации женщин не существует. Вы сами себе это придумываете. Такого не может быть. Но это, в принципе, пока еще цветочки, потому что потом будет еще похлеще. Ну, лично для меня это был уже, конечно, перебор. К пышным девушкам я отношусь положительно. Спустя еще минуту мы получаем еще одну очень хорошую фразу о том, что к пышным девушкам она относится положительно. Спасибо большое. Спасибо за такое одолжение. Это очень круто. Мужчина обо мне позаботился. Не сказал так. Ты должна тут убрать, тут пизделать. Я голодный. Подожди, то есть ты приходишь домой, и он тебе готовит еду? Вроде как, я не люблю девушек, которые занимаются бизнесом. Тут мы видим следующую фразу о том, что женщина должна готовить, она обязана это делать, и без разницы, как бы, работаешь ты кем-то, не работаешь, но, пожалуйста, приди со своей основной работой, приди на вторую свою работу, тоже основную, и, пожалуйста, приготовь покушать, помой, постирай, прибери. И потом еще в конце добавляют, что я не люблю женщин, которые ведут свой бизнес, потому что это задевает мое эго. Но мы живем в 21 веке, и почему вот до сих пор принято считать то, что женщина — это человек, который способен только вот на одну какую-то деятельность, но бизнеса вот это все нет. Нам с тобой не по пути, потому что, ну, ты какая-то, ну, такая, не такая. Наверное, многие знакомы с термином «вторая смена», и по некоторым данным, женщины тратят примерно в 2,5 больше времени на домашние обязанности по сравнению со своими партнерами. Однако статистика зависит от регионов, поэтому в Японии женщины, например, занимаются домашним трудом в 5,5 раз больше, чем мужчины, в Европе в 2,5 раза больше, в России женщины включены в домашний труд примерно вдвое больше мужчин. Любопытно, что в отличие от средних показателей статистики, в которых домашние обязанности в основном занимают молодые женщины, у которых есть маленькие дети, в России неоплачиваемым трудом занимаются также женщины старшего поколения. Это связано с феноменом, который социологи называют институтом бабушек, характерным для постсоветского пространства. И в конце такая добивающая фраза. Лучше уж выбрать пышную. Снова. Спасибо большое. Так сказать, с барского плеча. А мы с вами продолжаем дальше. И следующее испытание заключалось в том, что у девушек есть три выбора, три двери, белая комната, зеленая комната и красная комната. И какую комнату выберет девушка, в принципе, от этого зависит, что с ней могут сделать два вот этих замечательных чебурека. Не знаю, почему мне так нравится говорить чебурек, это так смешно звучит, но ладно. И, в общем, первая у нас белая комната, в ней ты, как сказать, вот как многие любят, говорят мужчины, белая, пушистая, невинная. Это, в общем, вот это. В зеленой комнате уже можно какие-то таксильные использовать свои действия, притрагиваться к девушкам, поцеловать. То есть тут ты можешь делать это. А в красной комнате ты можешь вытворять с ними все, что хочешь. По крайней мере, так нам сказали редакторы шоу. Ну и уже тоже такая концепция очень странная, потому что очень много стереотипов насчет того, что вот, если она пойдет в белую комнату, значит, она будет строить из себя белую и пушистую. На самом деле она не белая и пушистая. Она просто хочет показаться такой. Она выпендривается. Если ты пойдешь в зеленую, это значит, что ты как бы, ну ты тоже хочешь показаться такой вот белой невинной, но при этом ты хочешь показать, что ты такая недотрога. Ну в красный, ну в красный. Кто пойдет в красную? Это же просто... Как девушка может пойти в красную комнату, чтобы ее трогали? Ну а я такую жену там не буду искать в такой комнате. Но при этом тот самый вот этот Стас первым делом идет в красную комнату и говорит, что другие комнаты меня не привлекают, потому что в красной это значит, что они самые-самые такие. Но жену я там себе искать не буду. Что это значит? Строит из себя белую и пушистую. Мы это проверим. Вот, и как бы, собственно, как я и говорила, вот эта замечательная фраза. Даже тут она появилась у этого человека. Как бы, да, ты строишь из себя белую и пушистую. Так нельзя. У меня взгляд упал сразу туда. И вот он заходит в красную комнату и видит грудь! Это что, грудь? И вот насчет этого я тоже бы хотела поговорить с вами, потому что тема одежды, тема открытости одежды, закрытости тоже достаточно такая, знаете, важная, потому что очень много девушек сталкиваются с этим. Я тоже лично сталкивалась с тем, что когда ты надеваешь какую-нибудь юбочку или еще что-то, смотря в зеркало в своей комнате, ты думаешь, блин, а если вот я как-то вот, блин, опасно. Почему мы должны об этом думать? Почему мы должны думать о том, что если мы наденем какую-то вещь, что она может кого-то спровоцировать? И вот ты надеваешь эту юбку с тем, что ты думаешь, да, все, мне пофиг, мне без разницы. Ты выходишь на улицу и первый же какой-нибудь комментарий о том, что ой, какая у тебя попка! И самое главное, ты ничего не можешь ответить в ответ, потому что ты не понимаешь, как вообще контактировать-то с такими людьми, что им ответить, что сказать. Может, ты что-то скажешь, а тебе в ответ, я не знаю, может, у него какой-нибудь нож в руке. Когда говорят, что такого не существует, что кому вы нужны, правда, кому вы нужны, когда, выходя на улицу, ты первым же делом слышишь такие комментарии. Просто даже если посмотреть по статистике, ну, лично я на своем вот как бы примере не могу вам рассказать о том, что я слышала, что какому-нибудь мужчине кричали в затылок, что ой, какая у тебя попка! Такого я никогда в своей жизни не видела. Возможно, такое случалось, и я такое не отрицаю. Но как бы мы не будем обесценивать другие проблемы, да, но все же по большей части с этим сталкиваются женщины. Да, и, кстати, насчет объективизации женского тела, вообще в целом женщины, я недавно заметила такой факт, что если вбить, получается, в Google, вообще в целом просто в интернет, школьник, выйдет, ну, обычные такие вот стоковые картинки школьников, мальчиков в очках, без очков, в школьной форме, сидящие за партами, то есть, ну, обычные школьники. Но, когда ты вбиваешь школьница, сразу же появляется такое, знаете, немножко сексуализированный образ. И для меня это тоже стало таким вот, показателем о том, что, да, это никуда не делось, это все еще находится, находится прямо вот перед носом, прямо у нас. Я не мог себе позволить взять ее там за попу. Ой, как жаль. Я не могу ее потрогать за попу. Как так? Почему я этого не могу сделать? Наверное, так многие мужчины думают, которые едут в поезде в одном купе с женщиной и думают, блин, вот лежит алмаз, не взять и не дать, ничего не сделать. И окей, да, я понимаю, что сейчас я, возможно, как-то обобщаю мужчин, но нет, как бы не все такие, я это понимаю. Но просто, когда ты видишь какие-то шутки, какие-то стендапы, вот, допустим, от Павли, от Павли Воли, да. То как бы становится немножечко не по себе, и ты понимаешь, что, в принципе, это все выливается в массы и подкрепляется тем, что это шутка. Ну, вы совсем, вы дурынды, это шутка просто. Но все равно, вот, в каждой доле шутки есть какая-то частичка правды. И там есть и женщины, которые смеются, чух-чух-чух, ха-ха-ха, как смешно. И как бы от этого появляются страхи. И, конечно же, я уже опережаю, опять же, возможное возмущение о том, что вы сами себя накручиваете. Да, конечно, мы сами себя накручиваем, потому что, когда мы идем по улице и видим, допустим, мужчину сзади нас и заходим в подъезд, думая о том, что сейчас что-то может случиться, и уже, как бы, знаете, готовя ключи, понимая, что, блин, я себя ими, конечно, не защищу, потому что надо еще уметь это делать, потому что, если я неправильно сделаю, я сделаю хуже себе, а не ему, и что мне делать в ответ? Блин, блинский. А если я сейчас вызову курьера, и он ко мне сейчас приедет, а если это мужчина, а я дома одна, а что я буду делать? Ну, ладно, у меня есть дезодорант, если что, дезодорант, в лицо пшикну и быстренько закрою свою дверь. То есть, ты как бы сразу начинаешь это все придумывать, продумывать, потому что очень много случаев, которые правда, правда подтверждают, что такое может быть. И мне кажется, что вот такие шоу влияют на зрителей, и это даже не с какой-то хорошей точки зрения, а с плохой, потому что шоу показывается, что да, это норма, что тебя трогают. Ну и в целом, сама концепция, что женщина должна бороться за мужчину, да и в целом, наоборот, что мужчина должен бороться за женщину, это само по себе такая странная немножечко, ну, позиция, потому что это же все должно быть обоюдно, а не так, что вот, проходи испытания, вот ты страдай, вот ты то сделай, это сделай, и попробуй влюбить в себя этого молодого чебуреком. Почему я все чебурек-то говорю, не знаю. И еще конкурентки у тебя тоже будут, и они тоже будут тебя обзывать и других, но я не знаю, конечно, как в этом шоу в дальнейшем будет раскрываться, потому что они будут друг друга поддерживать, что было бы очень классно, и если это шоу пойдет вот по вот этим вот рельсам, да, по хорошим, что нам покажут, что женщины друг друга поддерживают, что нету никакой вот такой вот мизогинии, что все дружные, что все вот френдли, какие у нас еще молодежные слова есть, это было бы очень круто. И что я вообще хочу сказать в конце данного видео, это то, что в целом не надо смотреть на пол. Какой это человек? Если ты видишь мужчину и ты понимаешь, что ой, ну это мужчина, значит он точно вот равно опасности или еще что-то, это, конечно, да, это тоже нехорошо. И также наоборот, если ты видишь женщину и ты понимаешь, ой, женщина, женщины, все ясно, это две стороны неправильные, потому что надо смотреть не на пол, а на человека, на личность, какой он человек, потому что люди, мы все разные, все мы абсолютно, у нас разное мнение, и как бы это не зависит от пола. Я считаю, что это, наверное, самая такая главная фраза, которую надо всегда держать в своей голове. И не ссориться. Я буду как кот Леопольд. Ребята, давайте жить дружно.